Музыка Признайтесь, многие из вас в детстве после похода в цирк уже самостоятельно дома пытались пожонглировать попыргунчиками или другими игрушками или же представляли как вместо той красивой гимнастки сами выполняются цирковые труки под куполом цирка Некоторым удалось реализовать мечту и даже превратить это в образ жизни Для них цирковой артист – это теперь не просто образ, а олицетворение самого себя Цирковое искусство – это вообще очень древний вид искусства, наверное, один из самых древних И, как правило, это массовое, звеничное Людям интересно прийти и посмотреть какие-то необыкновенные умения и навыки Наш коллектив «Орхидея» родился в 1988 году Создали мы его с мужем, это наш коллектив Все начинали с самого начала, с первой палочки, как мы говорим В Ульяновске цирковое искусство сейчас переживает большой подъем Появилось много цирковых коллективов Российский цирк – один из самых сильных Вот недавно в Монте-Карло все награды взял российский цирк Геерадзе Было очень приятно Для наших детей это большое вдохновение Понимать, что мы занимаемся искусством, которое получает самые престижные награды во всем мире Цирк, допустим, цирковое искусство 20-го столетия и цирковое искусство современности Вот, какие основные отличия? Ну, это совершенно разный цирк Потому что раньше уже достаточно было трюковой части Сделан трюк и все, номер уже есть Сейчас этого мало, сейчас должна быть режиссура номера Обязательно достойная хореография в номере И поэтому у наших деток мы отправляем учиться в школу искусств Где они получают хореографические уроки Получают сольфеджио, чтобы слышать музыку Правильно работать под музыку И номера сейчас – это композиции больше, не номер В которые все красиво Как вы отбираете вообще детишек, когда они вам приходят, допустим, этого вы отставляете сюда? И вообще, в целом, каких артистов цирковых вы готовите по жанрам конкретно? У нас большой проект, который мы называем Ульянская цирковая школа Орхидеи В нее входит народный коллектив Мегамикс Это средний возраст детей Четыре класса в школе искусств Народный коллектив Орхидеи – это маленькие детки и старшие детки Это примерно у нас сейчас 60 человек Еще есть для самых маленьких волшебная страна При дворце творчества детей и молодежи, знамена его Поэтому в общей сложности, наверное, 120 человек есть Мы занимаемся по федеральному госстандарту цирковое искусство И по программе обучения у нас очень много жанров Это обязательно килибристика, акробатика, воздушная гимнастика Оригинальный жанр всевозможный Возраст артиста циркового искусства, когда он может на пещу уйти, грубо так сказать Что дальше ждет после вашей студии, например? Ну, у нас есть даже очень взрослые, до 30 лет Коллектив – это семья, в которой они вырастают и привыкают И поэтому нет такого, что вот закончилось обучение, они ушли Приезжают даже выпускники Очень многие работают в этой сфере И инструкторами, тренерами, педагогами Поэтому я думаю, что цирк и в этом плане очень удачный вид искусства Потому что можно продолжить заниматься долго Как вообще проходят тренировки? То есть как начинается зень артиста вашего коллектива? Тренировки у нас – это довольно жесткая структура Потому что ввиду того, что травмоопасный довольно вид искусства Мы должны быть внимательны, сосредоточены и организованы Все тренировки должны проходить по четкому плану Занятия проходят у нас по 3-4 часа Несколько раз в неделю Есть дни, когда у нас именно тренировками отрабатываем Какие-то новые трюки А есть репетиции, когда прогоняем конкурсные номера Основные традиции, которые в вашей семье цирковых артистов в целом заведены То есть у вас, может быть, какие-то традиции перед выступлением Или конкретно в вашем коллективе есть определенные традиции, которые помогают вам Там талисманы, я не знаю, что-нибудь такое Да, у нас есть талисман У нас, во-первых, есть своя эмблема Своя форма У нас есть и талисман Это маленькая крошечная куколка Которую каждый должен для успеха на конкурсе поддержать Проговорить свои желания Вот, поэтому, да, есть Смотрите, я знаю, что в вашем профессиональном сообществе Обидно звучит слово циркач Почему так завелось, почему так И вообще, в целом, вот, есть тенденция, что люди говорят в последнее время Живем как в цирке, смотрим как в цирке Вот именно эта тоже формулировка Не обидно ли она вам, как человека, который соприкасается с этим искусством Слово циркач, да, это совершенно неверное слово Оно говорит об низком уровне Вот, каких-то цирковых номеров На самом деле, надо правильно говорить, цирковой артист И уважительно относиться и к этой специальности тоже А насчет пословиц о том, что живем как в цирке Или у нас своих клоунов хватает Ну, часто люди используют это Мы не обижаемся И сами цирковые артисты, кстати, тоже очень используют эти пословицы Поговорки, какие-то выражения Ну, в жизни действительно бывает иногда Интересно Насколько дорого вообще быть артистом? Это очень дорого Потому что действительно реквизит весь изготавливается на заказ По специальным эскизам, которые тоже надо делать Костюмы тоже также под номер, под идею Тоже на заказ Три главных качества в данном случае циркового артиста Ну, основное – это трудолюбие Так же, наверное, не второе, а так же, как трудолюбие – это любить свое дело Здесь нельзя без любви Надо просто прийти и полюбить Вот, а третье – это научиться жить в коллективе И мы этому обязательно учим Потому что если нет команды То не будет коллектива и не будет яркой программы Каждый, даже самый яркий, вот, солист Он один, да, он яркий Но он не будет сверкать вот настолько зрелищно Не будет программы То есть обязательно должен быть коллектив И мы этому детей приучим Несмотря на сплоченность цирковой семьи В работе есть место и конкуренции Особенно это чувствуется в борьбе за снаряд Каждый хочет быть его единственным обладателем Но так не получится Как правило, в цирке есть основной состав артистов И есть дублеры Так что на сцене побывают все А чтобы действительно добиться хороших результатов в этой профессии Стоит усвоить ключевое правило Место под солнцем достается через усердное трудолюбие В прошлом году народный коллектив отметил 30-летие Новой концертной программой К слову, один цирковой номер готовится не час, не день А несколько лет В среднем около пяти Поэтому сейчас у «Орхидеи» в репертуаре порядка 20 постановок Богдан, расскажи, пожалуйста, что это у тебя в руках Что мне предстоит делать Как с ней работать Откуда пришел этот атрибут? Это цирковой реквизит «Диабо» Оно относится у нас в стране к жонглированию А так это появилось в Китае еще в 11 веке нашей эры То есть этому реквизиту уже учается более 9 веков Богдан с этим древним йо-йо уже давно на «ты» А вот мне только предстоит освоить технику Как признался мой новый цирковой друг Диабола, несмотря на свою высокую скорость Не терпит суматохи Все нужно делать мягко и плавно Сама игрушка для жонглирования раскручивается при помощи вот таких палочек и натянутой между ними нити Да? Сделала одна там А теперь плавно, как будто на барабан и стучит Здорово! А это как-то называется уже что? Раскручивание Раскручивание А сколько вообще есть элементов с Диаболой? То есть там раскручивание, подкидывание Неограниченно Неограниченно Каждый год появляются новые элементы После вполне успешной раскрутки мы взялись за изучение поворота ее на зрители и обратно Вообще, эту мини-вращающуюся центрифугу очень сложно держать в равновесии Она то и дело пытается завалиться или вперед, или назад Ну а дальше смертельный номер Подкидывание Диабола Главная задача не поднимать руки Руки остаются на той же высоте, на которой они есть Мы просто натягиваем нитку, как будто стреляем из лука И на натянутую же нитку ловим В общем, с четвертой попытки мне этот трюк оказался под силу Ну, почти под силу Вес одной Диаболы приблизительно 300 граммов Главное в этом деле ловкость и развито-периферическое зрение Одновременно удавалось крутить сразу 7 Диабол И это, кстати, мировой рекорд Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok